Приветствую вас, будущий фрилансер. Меня зовут Александр Юсупов, я зарабатываю в интернете с 2012 года. Уже 4 года я проживаю в Таиланде, на данный момент нахожусь на острове Панган. И здесь живет целая армия таких, как я. Если заглянуть в любую кафешку, то можно увидеть людей с ноутбуками. Все они получают деньги из интернета, и это и есть фрилансеры. Фрилансер – это свободный художник. Он не ходит на работу в обычном понимании этого слова. Он предоставлен сам себе, работает, когда хочет и зарабатывает из любой точки мира. Фрилансером может стать абсолютно любой человек. Для этого не надо иметь специальных знаний в дизайне или в сайтостроении. Сейчас есть масса совершенно бесплатных профессиональных инструментов. Они будут выполнять за нас всю работу. Я лично сам по образованию юрист. Я ни разу не дизайнер и не технарь. Однако, как вы сейчас увидите, это мне нисколько не помешает заработать денег из интернета. Собственно говоря, вам не обязательно ехать в Таиланд. Вам сейчас нужно научиться зарабатывать хотя бы несколько тысяч с каждого заказа. Сделать это можно легко и просто. Если хотите так же, то давайте заглянем в ноутбук, и я вам все покажу. Посмотрите это видео до конца, чтобы увидеть весь процесс целиком. От поиска заказчика до обналичивания денег. Итак, переходим в интернет. Первое и самое важное – ищу клиентов. Я понимаю, что сейчас развелось много сказочников, которые обещают вам полностью автоматический доход. Никаких клиентов искать не надо. Надо только зарегистрироваться на каком-то специальном секретном сайте, подключить какого-то там бота, и все, дело в шляпе. И деньги пойдут на автомате. И обычно это означает, что зарабатывать вы будете не себе, а автору этого курса. Просто он хочет масштабировать какую-то свою мутную схему, и ему нужны свободные руки. То есть вы сначала покупаете за свои деньги курс, а потом, сами этого не зная, помогаете заработать чужому дяде. Это классический лохотрон. Поэтому не ведитесь на обещание автоматического, полностью автоматического заработка. Это абсурд, друзья мои. Впрочем, если вы хотите верить в сказки про белого бычка, то это лично ваш выбор, лично ваши деньги, да, вам виднее, кому их отдать. Моя задача – рассказать, как все происходит на самом деле. Итак, давайте заработаем денег в интернете. Хорошая новость заключается в том, что при грамотном подходе заказчиков можно найти легко и быстро. Я дам вам самые рабочие шаблоны и алгоритмы безотказного поиска заказчиков в интернете. Сейчас я на ваших глазах постараюсь быстро и легко найти себе клиента на свои услуги, быстро сделать работу на специальных сайтах, передать все заказчику и получить деньги. Итак, засекаем время. Время у нас почти 4 вечера. Для фрилансера, в общем-то, это нормально. Мы предоставлены сами себе, работаем, когда хотим. Тем более в Москве, как видим, 12 часов, в Екатеринбурге около 2 часов, поэтому в самый раз. Находим заказчиков. Начинаем по старинке с сайта ВКонтакте. Здесь сидит вся страна и большой, и малый бизнес на самые разные темы. Они-то нам и нужны. Я ни с кем не буду созваниваться, никого не буду уговаривать. Все происходит гораздо проще. Можно сказать, что заказчики будут обращаться ко мне сами. Моя задача только раскидать информацию о себе в нужных местах. Для этого у меня есть шаблонные заготовки. Все их вы получите в курсе. Сначала я просто ищу нужные группы через сайт ВКонтакте. Затем нахожу потенциальных заказчиков через специальный сайт. Этот бесплатный сервис анализирует группы и дает мне наглядную картинку, с кем стоит связываться, а с кем нет. Так как нам нужны не все подряд, правильно, а только платежеспособные клиенты, которые готовы заплатить денег. Зачем мне писать всем остальным? Дальше я либо отправляю заранее подготовленные шаблоны. Они очень эффективные, проверены. Их вы также получите в этом курсе. Либо я делаю кое-какие действия с самой группой, с этими группами, которые мне подобрал этот сайт. Этот способ более продвинутый, так как меньше шансов, что меня забанят. И об этих фишках я также буду рассказывать вам в курсе. После этих действий у человека почти не остается шансов не согласиться, если ему на самом деле нужны продажи. Дальше я перехожу в Инстаграм. Здесь тоже сидит масса народу. И здесь у меня есть также несколько проверенных вариантов, как найти заказчика. Я не буду сильно заморачиваться и сообщу о своих услугах десятерым ВКонтакте и примерно пятерым в Инстаграме. Все. Просто, чтобы показать вам сам процесс. Также у меня есть и другие проверенные способы найти заказчика. Они не связаны ни с Инстаграмом, ни с ВКонтакте. Это уже такие своеобразные наработки, но проверенные, эффективные с годами. И я их с удовольствием также раскрою вам в этом курсе. Они помогали мне и в 2012 году, помогут и сейчас. И, в общем-то, уверен, будут работать и через 10 лет. Все. Я все сделал, как видим, на часах половина пятого. То есть на все про все, на раскидывание информации о себе, потенциальным клиентам, у меня ушло минут 40. Тем более я особо не торопился. Теперь я пока займусь своими делами и зайду чуть позже. Проверю, отреагировал ли кто-нибудь на мое предложение или нет. Итак, время половины шестого. Я отсутствовал час. Посмотрим, есть ли у нас какие-нибудь заказы. Как видим, пришло два сообщения ВКонтакте. В общем-то, оба согласны. А также есть один клиент в Инстаграм, но там человек не готов много платить. И мне это неинтересно. Мы, как фрилансеры, не должны работать задешево. Надо ценить свой труд. Не хочет, пусть делает все сам. В ВКонтакте ко мне обратилось два человека. Я решил взять в качестве заказчика девушку. Практика показывает, что женщины платят больше и с деньгами расстаются как-то легче по сравнению с мужчинами. Но оно, наверное, и логично. Что я буду делать для этой прекрасной девушки? Она предоставляет услуги салона красоты. То есть у нее салон красоты. И у нее есть группа ВКонтакте. У нее есть профиль в Инстаграм. И я выполню для нее ряд услуг. Я сделаю ей хорошее оформление группы, подредактирую пару текстов и по-быстренькому накидаю ей легкий мобильный сайтик, чтобы она могла заниматься рекламой в Инстаграме. Делать я все это буду не сам, повторю, а при помощи отличных бесплатных сервисов, через которые работают продвинутые фрилансеры. Напомню, я бывший юрист и сам я не умею делать ни картинки, ни сайты, но это нисколько не помешает мне заработать денег. Даже скажу так вам, если я бы делал все сам, то на это ушло бы пару дней, а может и целая неделя. А при помощи профессиональных сервисов, бесплатных, я сделаю все за час-полтора. Тем более, картинки и тексты мне скинет сама девушка. Мне нужно будет только все подставить, оформить, редактировать тексты. Я тоже буду через специальный автоматический сайт. То же самое, в общем-то, будете делать и вы. Во втором блоке курса, после поисков клиента, мы подробнейшим образом изучим все эти инструменты, чтобы вы были подкованы, чтобы вы были во всеоружии. Чтобы вы стали настоящим успешным фрилансером. Итак, как видим, время 7 часов вечера. На все про все у меня ушло около часа времени на выполнение всех ее заказов. Я скидываю заказчику выполненную работу и свои реквизиты, куда перевести деньги. Мы договорились на 5000 рублей и что оплату мне сделают на WebMoney кошелек. Как выводить деньги из интернета, кстати, я тоже расскажу в курсе. Сделаю специальный урок вам по разным кошелькам, как это все происходит. Предоплату я брать не стал. Вы же можете брать еще и предоплату, чтобы заказчик не передумал. Это, в общем-то, тоже такая психологическая тонкость. Но все разберем в курсе. Как видим, девушке все понравилось. Она готова мне заплатить. Пишет мне, правда, что пополнила WebMoney всего на 4900. Эту сумму она мне сейчас и переведет. При этом сильно извиняется. Никаких проблем, всякое бывает. Итак, принимаем деньги. Сейчас услышим характерный звук падающих монет. Это стандартное уведомление от WebMoney, что деньги поступили. Все, деньги к нам пришли. Теперь мне остается только перевести их себе на карту российскую, переодеть домашние штаны и поехать снять деньги в банкомате. Сейчас вы увидите, что получить живые деньги с интернета можно легко, со своей русской карты, даже находясь на другом конце света в Таиланде. Итак, поехали до банкомата. Если вы были в Таиланде, друзья мои, то в курсе, наверное, что темнеет тут очень быстро, и в 7 часов вечера уже наступает практически ночь. У нас по-прежнему 26 число, полвосьмого вечера. Я беру свою карту Тинькофф. Английский, получить деньги, выдача. То, что я получил в российских рублях на тайские деньги, это будет примерно 1800 бат. Получите свои деньги, вместо. Итак, друзья мои, процесс завершен. Сейчас половина восьмого, я начал примерно в 4 часа вечера, и через 4 часа получил, собственно, за свою выполненную работу, примерно 5000 рублей, что на тайские деньги примерно 2000 бат. Ну, я снял 1800. Все тонкости процесса, хитрости самого простого фриланса, я расскажу вам в этом обучающем курсе. Вас ждет более чем 20 аж больших, увлекательных и практичных уроков, и данный курс позволит вам стать настоящим фрилансером. До встречи на уроках!